Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. 36-летняя Анна Семерова из Челябинска задушила свою 10-летнюю дочь поясом от халата и повесила. Тела в квартире на улице танкистов обнаружил 18-летний сын погибший и обратился в полицию. Простите меня, я убила Луизу, уговорилась в предсмертные записки. По предварительным данным, женщина состояла на учете у психиатра с диагнозом шизофрении. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшедшего. Но вы не забывайте, что любой ребенок всегда по судебной практике остается женщине. Ребенок до 10 лет. И даже если она больна шизофренией, проститутка, он все равно останется у мамы. Помянем. Артур Смольянинов оба очевидных вещах, которые многие россияне не могут разглядеть сквозь плотную телевизионную пропагандистскую пелену. Против него возбудили уголовное дело. В конечном итоге не исключать для себя возможности пойти воевать за Украину. Безусловно. Конечно. Еще раз, эмоционально это именно так для меня. Если бы я и пошел бы на эту войну, то именно на стороне Украины. Конечно. Однозначно. Да. Как вообще возможно российское общество после этой войны? Где есть вроде бы какие-то разные люди, разные взгляды, какая-то дискуссия о прошлом, о будущем. Мне, честно говоря, наплевать, даже насрать, в какой форме останется Россия. Развалится она, не развалится, превратится в Уральскую республику, в Пельменскую республику, в Хакасскую республику. Или останется только один еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел. Или вот приведу, например, такой пример хороший, мне кажется, он будет точно отвечать на ваш вопрос. Вот мне тут знакомые прислали информацию, что мой коллега, Саслан Фидаров, такой артист, я уж не знаю, был он или все еще есть, но мне написали, что с высокой долей вероятности его уже нет. Он был в одном из... Я думаю, что вы можете найти эту информацию в открытом доступе. Я с ним снимался в пресловутой девятой роте, я потом совсем недавно снялся с ним в еще одном проекте, который не успел выйти и уже, наверное, не выйдет. И я смотрю на эту фотографию, где он вот в этой форме, под флагом Осетии, я не могу понять. Я смотрю на него и я не понимаю. Я же его знаю. Знал. Жалко ли мне его? Да, очень жалко. Стрелял бы я в него без всякого сомнения. Безо всякого сомнения. В Нижегородской области потеряли жителя, выигрывшего миллиард в лотерею. Напомним, житель Нижнего Новгорода стал вторым лотерейным миллиардером в России. Счастливчик выиграл в новогоднем тираже русского лото, однако наивспеченный миллиардер куда-то потерялся. По крайней мере, организаторы лотереи сообщают, что он так и не обратился за крупным выигрышем. И посоветовали всем нижегородцам, купившим билет, еще раз их проверить. Кстати, похожая ситуация произошла в Нижегородской области пару лет назад. Тогда нижегородец выиграл миллион рублей, но так и не обратился за выигрышем. Жена Хабаровского губернатора заявила, что любить надо президента, край и мужа. Губернатор Хабаровского края Михаил Декрилев тот самый, что поехал на фронт, если бы не должность, записал новогоднее представление от своего семейства. Банный мальчик, если вы забыли. Правда, видимо, вышло больше похоже на допрос под елкой. Так, супруга Галина ответила на вопрос, кого надо любить, скороговоркой президента, край и мужа. И, судя по всему, женщина в это искренне верит. Также слова напечатаны на ее футболке в цветах триколора. А вот дети в список приоритетов не попали. А зачем их любить? Достаточно допросить об успехах в школе, музыке, футболе, шахматах. Словно скрепно получилось. В соцсети. Жена, кого любить надо в новом году? Президента, край и мужа. Молодец. Президент Сербии Вучич заявил, что его не приручить, потому что волки в цирке не выступают. В немецком издании Dicey утверждалось, что приручить сербского лидера можно, если пригрозить приостановить кандидатство его страны в члене яиц и прекратить оказывать финансовую помощь. Скажу вам так, я 15 лет назад вводил свою дочь в цирк и запомнил, какое там самое крупное животное. Это слон, а самый сильный тигр. А когда вы говорите о приручении Вучича, то волка я в цирке не видел. Ни волка, ни волчонка, заявил он. В переводе сербского фамилия президента звучит как волчонок. В городе Калиаканы полиция и боевики устроили 12-часовую перестрелку. Погиб нацгвардеец, 27 человек ранены. Все началось с ареста Авида Гусмана Лопеса, сына наркобарона Хуакина Гусмана Луэры. После ареста боевики перекрыли почти 20 улиц, обстреляв из крупнокалиберного оружия два вертолета, транспортный самолет BBC Мексики, пассажирский лайнер и сожгли 250 авто. Первая документированная потеря – кацапами танка Т-90С. Т-90С – версия танка Т-90А на экспорт, с которой сняли глаза элемент комплекса Штора-1 и вместо него поставили дополнительные блоки Контакт-5. Произошло это в Новой Каменке, Херсонская область. В Москве 11-летнему мальчику сажало голову во время поездки на эскалаторе. ЧП произошло на выходе из МЦК на окружной. Мальчик положил голову на руку, лежащую на поручни. Руку затянуло под навесную конструкцию, а следом затянул и голову. Ребенок находится в реанимации с переломом, вывихом нижней челюсти, а также множественными ушибами головы и лица. Градусник из мочевого пузыря ребенка удалили китайские хирурги. В Китае 12-летний озорник решил разнообразить процесс самоудовлетворения и ввел в себе в уретру термометр. Парень немного не рассчитал усилий и вскоре термометр оказался в мочевом пузыре. Для извлечения объекта врачам пришлось проделать небольшое отверстие в животе и извлекать объект из мочевого пузыря напрямую. Извлекать его путем, которым он туда вошел, было крайне травмоопасно. Операция закончилась успешно. Школьник свободен. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. Субтитры сделал DimaTorzok